Они дают объявления о дешевых квартирах и высокооплачиваемых вакансиях. Люди, в основном студенты и приезжие, приходят в офисы, оставляют задаток за медосмотр или взнос за аренду, но ничего не получают. В Санкт-Петербурге, по оценке активистов, работают пять мошеннических банд. Уже 10 лет они переезжают из офиса в офис, но персонал постоянен. Пострадавшие объединяются и требуют деньги обратно. Это часто заканчивается рукоприкладством со стороны охранников теневого бизнеса. Один из них выстрелил в голову студенту университета, 23-летний юноша, в реанимации. Заур Каримов, 42 года, вышибала в офисах мошенников направления фейковые вакансии, сдачи несуществующих квартир и визы для работы за рубежом. Этот теневой бизнес контролирует банда «Северная». Доход одного офиса, по подсчетам активистов, около 6 миллионов рублей в месяц. По данным страницы мошенники Санкт-Петербурга, сейчас у банды «Северная» 8 офисов. Все в Центральном районе. За 9 лет на скамье подсудимых оказался лишь Заур Каримов за выстрел. Студент университета Влад пришел требовать деньги в офис на Невский 135. 2500 рублей. Мошенники обещали работу, взяли деньги за санитарную книжку. Через неделю вместо должности 23-летний Влад получил пулю в голову. Кадры следственного эксперимента. Заур Каримов объясняет, как достал пистолет и как стрелял в отличника физико-математического факультета, победителя Олимпиад. Судья Каримов говорил, работает в офисе недавно, но в интернете есть целый фотоархив его деятельности в разных офисах. С 2011 года как минимум орудует 5 банд. Больше всего лидирует банда «Северная». Большинство участников из Северодвинска. То есть те, кто стреляет студентам в голову, это не организаторы, это исполнители и это такая группа поддержки. А эти кадры телеканал «Санкт-Петербург» снимал три года назад «Калантай-24», офис по аренде квартир. Клиент, говорит, с хозяином по телефону получает адрес, которого в Петербурге нет. Отдает первый взнос, который якобы владелец жилья потом вычтет. Десятки обманутых осаждали офис днями и ночами. К ним присоединился и врач-рентгенолог Дмитрий Артюков. А ко мне этот наклоняется и говорит, еще раз вы сюда сунетесь, он будет типа хуже или вообще убьем. По словам активистов, тогда на медика Дмитрия Артюкова напал все тот же Заур Каримов. После этого врач оказался в реанимации. А эти кадры телеканал «Санкт-Петербург» снимал на Фарфоровской улице 32. Камеру не трогаем! Здесь участники банды «Северной» тоже предлагали снять квартиры, которых нет. Тогда офисных работников полиция увозила на пяти машинах. Это страница группы «Мошенники Санкт-Петербурга» ВКонтакте. Здесь есть все. И актуальные адреса мошенников. Днепропетровская улица, Радищево, Захарьевская, Конная и так далее. За 9 лет активисты собрали информацию по 143 адресам офисов мошенников. На странице есть и комментарии пострадавших. Более 10 тысяч записей с фото и описанием. Сегодня офис на Невском 135 закрыт. На следственном эксперименте Заур Каримов не стал отпираться. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела в отношении Заура Каримова, обвиняемого в покушении на убийство. Меры посещения, в отношении которого избрано заключение по стражу. Раненый в голову студент находится в реанимации. Состояние тяжелое. В Петербург Влад приехал из Междуреченска. Благодаря упорству и таланту поступил в университет. Юноша вырос в очень небогатой семье. Активисты разместили в интернете номер карты мамы Влада. На сложную реабилитацию, скорее всего, понадобится крупная сумма. Елена Болдышева, Степень защиты.